мальчики красавчики привет 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 друзья товарищи видите какая прекрасная погода солнышко отсутствует за свой счет каникулы пошла нехорошо пусть мой огородчик немножко в себя приходит сегодня утром все как следует полила разобрала кажется свеклы возвращаются в жизнь мы сможем утром ушли уже вернулись по делам оказалось чуточку проголодались маленький ланч приготовлю посмотрите на красоту на всякий случай пусть красота будет на месте красоты много не бывает и будем готовиться опять к выезду детей в армянскую школу везем после школы что-то тоже намечается но не помню если не помню значит не очень важно какие дела быстрый ланчик будет вчера узнаете да вчера у нас гости были на пиццу букет шикарный и пицца осталось так что сегодня ничего не варю не парю но не до той степени осталось на утренний ланч это так что-то хотела сказать и в мыслях опять я куда-то полетела так тоже бывает уже позову накормлю и продвинемся вперед сегодня у меня миссия освободить холодильник особенно от зелени так что что зеленое нашла или духовку положила или эрфраер это спаржа в роли зеленого аллокаду не из холодильника но тоже последние суп из крапивы и с грибами очень вкусно и еще нашла micro green сверху положила пусть будет что будет зелень в роли зеленого без сыра зелень не может жить хлебушек для мужа что еще в году тоже твой сверху немножко перец мерить положил и садимся наслаждаемся как обычно ничего особенного хочешь сверху или барбекю спайс или соус очень хорошо подходит авокадо то есть трейдер дюс беру барбекю вану ван красный чили тоже обязательно любит авокадо чили или каен без него это не полное что-то и семечки мелочке такой вегетарианский матч получается ничего мясного все-таки маленький такой шаппинг хочется делать затем закрыла открыла эту штуку затем темечки мелочке достать и китровые орешки убедила мужа говорю это очень вкусная ешь без жарки поверил конечно когда жарите совершенно другой аромат иногда хочется ничего не делать лишнего коноплячья и орешки кедровые а себе-то кормлю орешками напрямую все добро пожаловать эти холодные очень зеленые очень хорошо подойдет к моему супу немножко остроту ждите я приду все и хлеб у нас закончился сегодня должно тесто сделать это из морозильника достала последние капли хлеба все головลом соски все 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 много все это идея двигать куда их все все всех у нас будет тирамису на десерт всем очень понравилось наши все дети тирамиса тирамиса любый кофе готов с пенкой молодец если захотите на канале приготовим это по моему самый быстрый вариант и без этих печеней и надо печенье с печеньями мой дедушка тоже сделает быстро коржи выпекаю очень такой нежный совершенно другой тирамису получается на одну тарелку поставлю я просто кусок просто отору ты продолжишь ну как всегда у нас такой обычай я тестирую он заканчивает не только нам дурсы куту мэк и люту мастера миссу через секунду в какой стороне пожелаете это или в другой в этой потому что птичка сидит там выгнала наш нас из нашего двора жалко пришла сидит у нее сейчас 5 яичек они 4 если смотрели показывали дети нашли птичье яйцо маленькое такое и туда положили она дочка говорит она столкнула то есть соединила с другими чтобы удобнее было их засиживать такая добрая птичка усыновила или удочерила яйцо чьё-то яйцо этого это не вам не на как хорошо сидеть сколько времени через 25 минут уходим прохолодало или похолодало вчера здесь свеклу сажала семена что еще сажала и самое главное забываю где сажать сегодня утром думаю о морковку тоже нужно было здесь посадить и думаю актива садить куда я свеклу помню что кругом так повернулась делаю такую маленькую круглую ямочку то есть ну лопаткой так просто открыла маленькую такую круглую ямочку и посадила свеклу потом некую зелень некую зелень кинза что нашла из моих пачек семян и потом вспомнила морковку тоже можно вот не помню куда семена куда свеклу поэтому не могу сосредоточиться куда морковь но самое главное приняла решение в этом году тоже не знаю это который год я сажаю картошку она у меня не получается то есть получается такие маленькие несколько а я ведь на картошку ходила молодая была я знаю сколько картошки можно выкопать и только на картошку у бабушки во народе тоже как любила это когда лопаткой даешь и столько картофеля достаешь так такое приятное чувство у меня лопатку даешь картошку не дает но все равно я решила у меня там полно что сделала картошка расцвела расцветущие картошки гаражей но знаете все таки возьму и там вместо маленький огородчик спармировала хорошую землю туда добавили еще немножко удобрю чем-то есть посажу картошку и пусть будет что будет и не останавливайте наверное летом сейчас не лето весной не сажают картошку я не знаю когда сажают но я весной сажаю всегда я сажаю тогда когда хочется сажать как увижу что картошка проросла беру и куда-то сажаю с малиной очень вкусно и так арам джан приступим или приступим с малиной совершенно другая история конечно и не очень сладкая правильные правильные гости говорили еще один кусок все равно не очень сладкая я свой план выполнила не успею да сейчас посадить я так быстро сажаю обычно картошку у меня очень хороший опыт сажать картошку но вот собирать ее не всегда получается так как хотелось бы не кручу продолжаю бороться за свою картошку нечего больше бороться сейчас за картошку боремся ну кто это кажется новые покупатели дома уже второй раз вижу эти головы вот так проходят только головы видны кажется американцы сегодня соседи нам ну не подарили они избавляются от всего чтобы легче было без переезда игрушки игрушки трамплин оставили во дворе дети сразу взяли это уже второй трамплин но это выглядит гораздо лучше anyway сегодня увидели что трамплин дети забрали так хорошо играют с этим трамплином в баскетбол играют мячик кидают в трамплин и трамплин бросает в сетку так радуются сегодня говорят у нас еще что то есть хотим кому то подарить или во дворе оставим может быть кто то заберет если хотите вы можете говорим что что и они принесли как называется варен арам лопатка на палатка лопатка лопаткой буду копать картошку а палатка палатка карнивал ну где цирк приходит такой такая палатка карнавальная и сами пришли с палаткой мальчики младший мальчик объясняет инструкцию как собрать палатку коды что куда поставить это туда это сюда люсин говорит мы можем самостоятельно собрать палатку говорит я знаю что вы можете но мы все как будто лучше вас знаем дочка говорит я еле удержалась потому что он маленький это их игрушка была он думает они умнее чтобы более детально объяснить как это делается как собирается просто они не знают что мы армяне мы знаем все лучше всех это мой папа такой то есть не то что он знает лучше всех если он что-то сказал это значит уже как это сказать подписано напечатано это одна единственная правда потому что он так сказал сейчас да сейчас они говорят это мы лучше знаем некоторые вещи мы лучше вас знаем как делать или что-то в этом роде такие дела думаю арам собрать какой-то коллектив жителей и написать жалобу один прошел сейчас горит проходит маленький самолет арам точно маленький как у него очень даже подозреваю что это он за нами за нами следит пользуюсь случаем быстро крашу ногти кричу дети собирайтесь и уже наверное пора будет уезжать всего лишь на час просто дети заняты сын занят завтра вообще занят так хотелось чтобы дети их возили им тоже хорошо когда выходят что-то делают они любят так хорошо время проводят если мы куда-то уезжаем если у лилит на канале подписаны и смотрите приблизительно знаете что дети делают когда нас дома нету радуются на все катушки прямо ждут чтобы мы уехали чтобы заказать себе пиццу и всякую не знаю что и радоваться жизни по-детскому да я вас заговаривала почти закончила он пришел как пришел так ушел что-то интересное ничего интересного доктора шульца что-то принесли дети так радуются когда доктор шульц не знаю что он за рекламу прислал как то не знаю про что как же этого шульца увидят у них шутка такая не знаю про что не хорошую нехорошую еду нарисовали хат-дог бургер франч-фрайс карты и курочка жареная такой типичный американский меню говорит мне хорошо эти кушать о балды такси если хотите хорошо детоксировать эти ваши эти ответы через которых выvers demonstrations 쟤 хорошо essую NPC как это я смотрю со máxim'ом информацией повсед哦 сосуды не войдет Microsoft это через вот эти книги следующие zets куда прямо проходят еда и тому подобное однажды купила себе есть и вы примерно возьми фасадарь и не сделала должна ли лет сделать там у него таблетки вот это шуток спасался unchecked всеяние Вроде вы смотрите, такой невинный детокс, может быть, чая всего лишь. Что еще было? У него еще и такие таблетки специальные, и нужно их принимать несколько, чтобы все очистить, прочистить. После этого детокса, Лилит говорит, я больше не могу, после этого она в жизни никогда не пила капсулы. Говорит, уже не могу смотреть на капсулы, какой же неприятный процесс это был, говорит. Но очень многие хвалят, но я уже не могу, я не могу ничего детоксировать, я решила, и так и делаю, всегда так делаю, ем и пью то, что мне хочется очень, и то, что мне нравится. Ем, когда хочу, не ем, когда не хочу. Вот так вот, делаю то, что мне приносит удовлетворение и радость. А этот Кидни детокс, почки детокс делала, такой неприятный что-то, чай пьете почти 2 литра, то есть чай делаете на вечер, чтобы хорошо пропиталось. Все это травы, у него все натурально, не рекламирую, я просто рассказываю. И многие говорят, острое нельзя для почек, а у него один прием был вода с лимоном и каеновое масло. Очень такой острый, и острость выбирайте сами, там у него сколько капель написано, если можете поострее, побольше, 20 капель скажу, и такой острый. Ну такой интересный напиток получался, лимонная вода с каеновым маслом. Ой, с этим каеновым маслом могу для блошек спрей сделать, вспомнила. Ну в общем, очень неприятное что-то было. Эти, не знаю, как эти напитки называются, маленький шац с пипетки. Запах такой, вкус такой. Пока эти 5 дней прошли, я не знаю, помог или не помог. В общем, такие дела детоксированные. Идей пойду приготовлю. И тому подобное. Не хочется смотреть, если... Чем больше смотрите, тем больше ничего не хочется кушать, ничего не хочется дышать. Везде одно и то же. Они... Пастисайдс, да? Все сыплет чем-то. Ядом. Anyway. Эгена, перестаньте, уходите. Ухожу, перестаю. А, ты закончил? Кофе. Поехал. Этот мальчик решил, что сегодня он в бачках идет в школу. Что хочет, то и делает. А, гости ушли у соседей. Хотела заснять, потом поняла, не смогу. Сейчас Бэка хотим убедить, что эти очки ему не очень подходят, но он не верит. Кочка Бэк. Маленький Билл тоже любил очки носить. Вот теперь в путь. Воду возьмем, чаром. Какая машина маленькая. Че? После войны это как будто маленький кубик. Очень уютный, хороший. Все. В путь. И смогу заснять. Тружелюбные люди. Пусть привыкают к камере. Все-таки засняла. Эти люди уже второй раз к ним приходят. Зачем-то. Думаем, новые покупатели, новые соседи. Значит, можно предположить, что муж, жена, детей не увидели. Но сколько им лет приблизительно ты бы дал, Арам? Чуть взрослее нас. Сын с матерью. Сын с матерью. Ну, это не жена. Было время. Соседи по той стороне. Те, которые две дня открывают. Помните, если застучитесь, ни в жизни не откроют. Вот эти. Они сдавали свой гараж в аренду. И жили там, как мы думали, мать с сыном. Но потом выяснилось, что совершенно не мать она ей, а наоборот. Ну, не мать. Какой послушный был этот мальчик. И мы думали, какой хороший послушный мальчик. Anyway. Их выгнали. То есть они не могли их выгонять. Выгонять. Жили себе почти больше года. И аренду не платили. И хозяева не могли их удалить из дома. Потому что по закону они не могут свой гараж превратить в комнату. И дать в аренду. Но так устроили. Как будто иногда такие крики. Шум ужасный. Дерутся как будто. И они где-то, как мы приехали, они там жили все-таки. Долгое время, долгие годы жили. И не знаю, какая кошка между ними побежала. Они поссорились с хозяевами. И хозяева хотели выселить. Не могли. И эта женщина такая прямо, не знаю, какая была. Но такие вещи делала. Она считала, что какое-то, не участие, какой-то часть улицы, это ее собственный паркинг. Стоянка, если кто-то там вдруг запаркуется, она прям бушевала. Даже могла прийти и нам в дверь постучаться. Было время, у нас работники были, приходили и парковались. Где попало, где свободно. Это улица свободная, все могут парковаться. Но поскольку та женщина считала, что это ее собственность, могла бы прийти и сказать, кто парковался на моем месте. Такие дела. Однажды к вечеру. Что-то делаю на кухне. И школа у нас прямо рядом. Elementary School для младших классов. Какое-то собрание. Родители собираются. После шести, не знаю, что-то, open house, что-то в этом роде. И кто-то вижу из окна нашей кухни. Прямо так сильно бьет в нашу дверь. Смотрю, какой-то гэнг. Мафиос. Мафиос это гэнг, или в мексиканском стиле. Мафиос это гэнг. С наколками на голове, на лице, на руках. Сам лысый. И глаза, как у быка. Вышли вот так. Злой такой, что стучится. Не открываю дверь. Говорю, как могу вам помочь? Извините. Говорит, откройте дверь. И в это время можно на звук этого вывола. Вышел. Говорим, дверь не открывай. Дверь не открывай. А этот, кто его может напугать? Ну, видно, что мужчина разозлился на что-то. Думаю, сейчас пистолет вынятый, нас всех грохочет. Этот открыл. Очень спокойно. Говорит, что случилось? Почему кричите? И что за тон? Этот говорит, кто в мою машину? Ну, а что она туда положила? Мусорный ящик. То, что в мусорном ящике. И день был такой. Наш садовник приходил, что-то из листьев вели, что-то в этом роде. В мусорный ящик, в зеленый. Там полно было веток, меток. Говорит, кто-то в мою машину из мусорного ящика что-то положил. Ну, по обиду мужа и по уверенности он понял, что это не муж. Но мы-то знаем, что это она. Она что-то еще такого делала с гостями Джерри. Что-то, ну, такая, не знаю. У нее, наверное, шарики тоже неплохо, плохо работали. Anyway, но муж не сказал, что может быть это соседка. Потому что ты парковался на ее собственном месте, который она от своего отца за жаром мути у отца наследство получила. Не сказали, а то бы он уже был готов. Потому что он был готов пойти кого-то убить. Если бы я сказала, что это сумасшедшая шариками мать мальчика. В общем, не сказали, но очень сильно напугались. Сказали им, по-моему, ну, мы сказали нашей бабушке Джерри. Джерри сказала им, потому что с ними невозможно общаться. Они в контакты не выходят. А, и потом хотели выселить этих мать с сыном. Не могли, не могли. И скандалы устраивали, чтобы мы, соседи, жаловались на шум и гром, чтобы сказали, чтобы у них было witness, свидетели, что что-то происходит даже в гараже, они им мешают. Не знаю, как устроили. Потом пришла к нам соседка, говорит, можете быть свидетелями, что у нас дома постоянные ссоры из-за них. Они устраивают скандалы, в общем, что-то в этом роде. Они даже полицию вызвали однажды. Говорю, они мне, нам совершенно не мешают. Сами разбирайтесь. Две дня открывайтесь, встречаемся. Сейчас пришли, нас свидетели зовете. Нечего делать, все бросать, идти свидетельствовать, что у вас дома что-то происходит. Мы же не видели. Anyway. Ну да, их выселили. Ужасные люди были. И мусор наш, мусорный ящик клали. Такие неорганизованные мать-сыны. Как хорошо вас заговорила. Скоро доедем.